Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук. Журнал ФОПС оценил состояние хозяйки Вайлдберрис в 13 миллиардов долларов. Эта удивительная женщина родила и воспитывает семерых детей, не отвлекаясь от раскрутки миллиардного бизнеса. Такие вот в нашей стране простые учителя английского, взлетающие на бизнес Олимп России с новым трендом – многодетная мать-олигарх. Вдохновитесь, как можно выглядеть в 46 лет, родив семерых детей и с грудными младенцами на руках, строя многомиллиардную империю Вайлдберрис. В чем проговаривается олигарх Татьяна? Чтобы сделать и удержать хотя бы 1 миллион долларов, нужно иметь особый уровень мышления. Но на контрасте с миллиардами то, о чем рассказывает Татьяна в своем недавнем интервью в журналу Marie Claire более чем забавно. Цитата. «Мы тут прозевали выступления Пласида Доминго в Большом театре. До сих пор корю себя, где и когда теперь моя дочь, которая увлекается вокалом и музыкой, сможет его увидеть и услышать. Первый интересный момент. У Татьяны нет денег, чтобы послушать Доминго в Европе? Цитата. «Одна моя родственница постоянно твердит. Таня, пока у вас есть возможность, нужно детям купить по квартире в Москве. Я ее понимаю. Она принадлежит, к поколению, которое помнит голод и нужду. Ей спокойнее, когда есть что-то в запасе. Но я не понимаю, зачем покупать квартиры, если можно арендовать и не быть привязанным к одному месту». Второй интересный момент. У Татьяны нет денег на покупку недвижимости? Цитата. «Ну а если что-то пойдет не так, и мне придется переехать на дачу к родителям выращивать картошку, я буду жалеть только о том, что не могу заниматься любимым делом. О том, что не купила квартир, домов и машин, горевать точно не стану. Вам не кажется, что есть ощущение нестабильности своего положения? Вы верите, что у самой богатой женщины нет возможности слетать в Европу послушать любимого артиста? Вы верите, что самая богатая женщина России живет вместе со своими семерыми детьми в съемном жилье в 46 лет? И что она думает постоянно переезжать, чтобы не быть привязанной к одному месту? Какие квартиры в Москве? Какая картошка? Это интервью не олигарха, а простой женщины, живущей одним днем с доходом чуть выше среднего. У олигархов нет таких рассуждений. Есть множество интервью, где они рассказывают и про свой путь, и как зарабатывали миллионы долларов. Они рассуждают совсем по-другому, а денег у них будет поменьше. Одно показательно, как меняется человек, когда начинает заниматься собой. Еще совсем недавно Бакальчук была простая женщина. Тут два варианта. Первый вариант. Это все не настоящие мысли Татьяны. На самом деле, она та еще акула бизнеса. А этот образ простой женщины сделала пиар-служба специально для того, чтобы быть ближе к народу. Поэтому Бакальчук говорит банальности, которые выглядят как статистический портрет целевой группы покупательниц Вайлдборис, женщин 35 лет. Второй вариант. Бакальчук на самом деле так думает и размышляет. И тогда это прямое доказательство того, что у нее мышление не бизнесмена, и она лишь ширма. А истинные владельцы бизнеса совсем другие люди. Даже за меньшие суммы бизнесмены отжимают друг у друга заводы и фирмы. А тут многодетная мать без проблем добывает богатство, закинув щупальца в каждый, даже самый маленький городок. И никто ее добровольно не перекупил. К тому же развивать так быстро логистику в регионах невозможно без государственной поддержки. Интервью для многодетной женщины-олигарха напишут люди, нанятые для создания имиджа. Что же Татьяна на самом деле думает, мы не узнаем, возможно, никогда. Пишите свое мнение.